Моду с промки с каждым днем становится все хуже и хуже. И сегодня мы с вами продолжим об этом говорить, потому что актив под последним роликом показал, что вам это очень интересно. Сегодня мы поговорим о скандале в фэндоме, о модах на моды на моды и об анимациях на ютубе совершенно разного качества. От супер кринжовых до не супер кринжовых. И начать мы можем, например, с комментариев под моими роликами. Цитата. Фокс, это далеко не самый лучший мод. Пожалуйста, Малю, поиграй в нормальные моды. Пойми, это вообще не лучший мод. Весь фэндом негодует, что именно этот далеко не качественный мод получил популярность, а оригинальный Энгреди Бокс и лучшей моды нет. Я немного погуглил ситуацию в фэндоме и действительно в фэндоме многие негодуют, почему это странное произведение захайпило, а какие-то там проработанные моды, на которые уходили месяцы, нет. Вот вам, например, еще один комментарий. В последнее время этот мод Спрунки просто вытесняет других мододелов. Все люди стараются над Энгреди Бокс модом, добавляют крутые механики, но нет. Некоторые люди считают крутым лишь Спрунки, который воплотил фан-базу из ничего. И с каждым днем этот мод все больше и больше набирает популярность. Дошло до того, что на этот мод появились моды и на эти моды тоже появились моды. Часть из них я вам уже показал в предыдущем ролике, но давайте продолжим смотреть. Вот очередной качественный мод. И давайте посмотрим, что же в нем такого особенного. Здесь есть дверь и мне даже интересно, как эта дверь будет звучать. По-моему, звучит она так же, как оригинальный персонаж. То есть это мод Рискин, я правильно понимаю? Здесь какой-то подарок. И я не знаю, будет ли здесь хоррорный элемент. Потому что из этих персонажей сделать что-то страшное будет очень проблематично. Но давайте мы посмотрим на каждого из них. И вот этого чувачка я уже где-то видел. И да, здесь, видимо, звучание они не меняли, только визуальную часть. Поэтому мы не будем долго зацикливаться на всем этом. И сразу перейдем к хоррорной части этого мода. Вообще, различных Рискинов на Спрунке вышло такое количество, что я даже не знаю, появились Рискины на Рискины. И я не могу понять, к чему все это идет, почему эта штука настолько сильно захайпила. Только из-за того, что они добавили туда неожиданный хоррорный элемент или что? Если кто шарит, объясните мне, пожалуйста. И, кстати говоря, если вы находитесь в фэндоме Энкреди Бокса, шарите за различные моды и хотите продвигать именно качественный контент, ставьте лайк под этим роликом. И какого хрена музыка включилась? Извините меня. Нет ни одного персонажа поющего. Так вот, ставьте лайк, отсылайте этот ролик своим друзьям из фэндома. Если я увижу действительно большую активность в лайках и комментариях, я сделаю ролик про нормальные качественные моды, о которых вы мне напишите. Ну а пока, видимо, у меня игра забаговалась. Окей, все, я всех сбросил. Давайте продолжим. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Замечательно. И, серьезно? Вот это прям уже совсем грустно. Давайте опять всех сбросим и, наконец-таки, перейдем в хоррорную часть этого мода. Сейчас мы обосремся. Мне больше всего интересно, как они обыграли хоррорную. Это, серьезно? Просто дверь с какой-то ржавчиной. О май гад. Ооо. Ну это просто коробка. Ну, как бы, ноу комминс. Ничего интересного. Просто мусорка. Просто грустная лампа. Просто, я даже не знаю, что это, если честно. Это у нас что? Это тоже грустная нотка. И грустный скотч. Ну это прям скука скучная. Вообще, чувак не выкупил прикол оригинального мода. И не понимаю, зачем он взял обыденный предмет. Это же вообще не страшно. Ну ладно. Давай посмотрим на оставшихся. И, ну вот здесь тоже немного скучновато. Потому что это прямо отсылает к оригинальному моду. И, ну ничего интересного. Просто обычный рескин. И, кстати говоря, там много комментариев, посвященного этому рескину. И здесь багов побольше. У меня уже дважды завис спрайт, как вы можете заметить. Ну что ж, давайте этого запихнем. И это все, что представляет из себя этот мод. Скука. Поэтому мы отправляемся к следующему моду. Давайте посмотрим, изменилось ли здесь звучание. Тоже нет. Да ладно. Вы что, шутите? Ну здесь персонажи прямо очень качественные. Вот на хоррор-версии этих персонажей мне будет действительно интересно посмотреть. Но звучание не поменялось. Но персонажи качественные. Особенно мне вот этот вот чувачок нравится. Он прям прикольно выглядит. Я правда не понимаю, а в чем проблема набросать какие-то нотки? Ну или взять ноты хотя бы из другого мода. Раз уж вы их уже воруете и делаете моды на моды. Чтобы это было поинтереснее. Ну хотя бы немножечко. И ну здесь есть интересные дизайны персонажей. Поэтому да, давайте мы посмотрим всех оставшихся. И сразу же перейдем к хоррорной части. Кстати говоря, вот этот вот цветочек финальный мне кого-то напоминает. Баааааам. Оооо. Ого. Смотрите, это реально страшно выглядит. О май гаааа. И у него, и вот это вот звучание, охренеть, ладно, это прикольно, давайте мы запихнем ее, выглядит скучно, его тоже выглядит скучно, мой любимый чувачок в маске тоже как-то не очень, но он сейчас начнет исполнять свою мелодию и, о, беру свои слова назад, это прикольно, но здесь реально неплохие дизайны у персонажей, мне доставляет это удовольствие, так, я хочу всех убрать и вот на этого взглянуть, че? Че она такая огромная, ну, затрите на нее, крепота, крепотенечка, так, это у нас мистер коробка, это у нас хрен пойми кто, и давайте я все-таки уберу ее, потому что она мне мешает смотреть на других, вот это скучно, громко скучновато, опять миссис коробочка, ну, давайте тогда уж на всех посмотрим, вот этот чувачок выглядит прям, ну, прям страшно выглядит, должен отметить, в принципе, прикольно, ну, и телевизор здесь тоже неплох, правда, опять же, это мод на мод, и не понимаю для чего, какое это все, но больше всего мне нравится вот этот вот огромный цветочек, за него прям отдельный лайкосик, двигаемся дальше, это у нас, вы не поверите, Что за... What the fuck, это у нас кликер, в котором мы будем бить этого чувачка? Че за... Вообще адекватный, нет? Я отправил его в космос. Фанатские моды, что с вами не так? А, он вернулся с невероятным звуком, но я все равно лучше его покину. Также кто-то зачем-то перевел оригинальный мод спрунки, давайте проверим, так ли это. Блин, а я думал, аудио ряд тоже перевели. А здесь просто перевели текст, что на самом деле очень просто, но предположим. Так, давайте мы это уберем и чекнем, в галерее много спойлеров. На самом деле в галерее немного спойлеров, там много чернухи, которые на ютубе показывать нельзя, поэтому это я закрываю сразу же. И я сразу же отправляюсь на ютуб, показывать вам другую отборную дозу кринжа. Сейчас я вам покажу ролик, который собрал почти миллион просмотров и больше 20 тысяч лайков. Поэтому готовьтесь, потому что это должно быть невероятно качественно. И данный ролик еще нас дополнительно будет отсылать к карте Kids to Friendly в Geometry Dash. Я ее видел, она очень популярна и... Это просто эдит. Я правильно понимаю? Нет, здесь немного персонажей заанимировано. Но это не заслуживает миллиона просмотров, как по мне. Благо некоторое количество анимаций по Incredibox мы тоже сможем найти. Я правда буду убирать из них музыку, потому что она с авторскими правами и... Что за бред я сейчас посмотрел. Все, это вся анимация, вы что-то поняли? Я нихрена не понял. И чем больше вы будете смотреть анимации, тем больше ваш мозг будет превращаться в кашицу. Здесь я тоже убрал музыку, на самом деле эта дамочка поет. Чувак упал в воду и просто поющая голова. И давайте, поугадывайте, сколько просмотров собрал этот ролик. Причем это прям полноценный тренд. В тики-токих этих ваших, этому тренду посвящены десятки различных анимаций, меми-роликов и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, все. Что вы думаете, 10 тысяч просмотров, 20? Не хотели полмиллиона. И посмотрите, сколько шарцов люди сделали только из одного этого ролика. Это просто какое-то безумие. В принципе, здесь видно качество фанатского творчества. Но это меня не остановит. Я перехожу к ролику, который собрал больше миллиона просмотров. И здесь уже анимация выглядит более-менее адекватно. И сюжет более-менее читаемый. Она пришла, чтобы помучить его ушки. А, и в конце начнется жесть, я правильно понимаю? А, теперь он решил немножко поиграть с ее ушками. Это ведь она? Так, это странно. Вызывает у меня тревогу какую-то. Эм. В чем это вообще должно быть? А, они теперь играют с ушками друг друга. И она в шоке. Просто ушла. Стоп, и это вся анимация? Я поверить в это не могу. А. О, мой гад. Это странно. Почему это собрало больше миллиона просмотров? Страшной концовки здесь не будет? Что же? Вообще ничего не понял. Все. Ролик закончился! 30 тысяч лайков! Я не знаю, как мне на это реагировать. Поэтому я отправляюсь дальше. Надеюсь, что мои ушки никто трогать не будет. Эм. Он якобы играет на пианино. Приходит она и... Ага. Но я не знаю, смогу ли я ставить этот трек. Но... Вот такая вот анимация. Я не понимаю, откуда на ней 200 тысяч просмотров. А теперь еще одна анимация, которая больше миллиона просмотров. Я в это поверить не могу. И... Я тоже хочу мороженое пахавать. Здесь, кстати, игра на фоне музыки из террарии. Если мне слух не изменяет. О, мороженое! Ну, здесь все заанимировано достаточно неплохо. Так, вкусно! Он украл чужую мороженку, и, видимо, желтый превратится в демоняку. Да? Чего? Чё? Это тот самый друг, который у тебя что-нибудь тыбзит, а потом такой... Чё? В смысле? Ты чё, в обиде, что ли? Я думал, это мне! Жиза, Жизель. Да понимаю, понимаю. Я был голоден! Я... Когда увидел твое мороженое, не смог сдержаться. Извини, я просто тупой. Ох уж это оправдание. Чувак, это просто мороженка. Не будь таким серьезным. Так, это подозрительно. Мы все еще друзья? Не так ли? Ой, нет. Ой, нет! Будет что-то плохое. Могу я сожрать остаток твоего мороженого? Эм? Да, ты можешь что-то съесть. Ты можешь что-то съесть. Ты можешь что-то съесть. Ты можешь что-то съесть. Можешь что-то... Хочешь снять... Ладно. Эта анимация была забавной. Ну и чем дальше вы погружаетесь в недра Ютуба, тем хуже ситуация становится. Появляются вот такие вот рискин-моды, например, на цифровой цирк и... Это натурально просто рискин на цифровой цирк. И все. Здесь нет ничего интересного. Но вроде как здесь хотя бы отличается музыкальный ряд. Так, ну давайте послушаем, как будут звучать все персонажи здесь. Потому что, помню, у нас звучит вот так вот. Такого звука в оригинальном спрунке я не помню. Поэтому давайте мы глянем, как они переозвучили всех. Вот этого я ждал от фанатских модов и... Фу, какой берзкий звук у Гангл. Что вы с ней сделали? Так, а какой будет звук у Рогаты? Сомнительный, если честно. Звучит он, конечно, неплохо, но не знаю. И самое интересное. Джекс, у него должен быть мемный звук. А, ну у него реально мемный звук. Пу-бу, пу-бу. Полный пу-бу. У этого ролика, кстати, тоже полмиллиона просмотров. И так как эта штука стала жутко популярной, есть мод, например, на шин Соника. А вы что думали? И здесь, я так понимаю, заменили вообще всех персонажей. Ролик идет целых 20 минут. И здесь уже аудиоряд не меняли, если я правильно понимаю. Ага. Здесь просто натыбзили из интернета различных анимаций Соника и вставили их в мод. Мне кажется, они реально просто украли это все. Я не думаю, что они это все сами анимировали, потому что по стилистике немного все это дело отличается. Хотя я не уверен, может быть и сами анимировали. Но звук они здесь не добавляли, в отличие от предыдущего мода. Что? Playfriend Sonic? Такое существует? Что ж, предположим. Ну давайте мы глянем. Хотя я не вижу смысла смотреть на каждого. Ну просто вы можете в интернете глянуть на 30 различных анимаций Соника. Выглядит это все грустно. То есть чем ниже вы спускаетесь, тем страннее и хуже анимации вы будете наблюдать. Я даже не знаю. Окей. Я хз. Едем дальше. What the fuck? А, ну это как раз меми и анимации. Их можно найти буквально сотни. Без шуток. Там огромные компиляции на 10-20 минут можно найти. Но я меми и анимации не люблю, поэтому... Эх. Продолжим смотреть крин-жатину. Это вообще анимация? Это просто статичный кадр. А, нет. Что-то заанимировано. Давайте мы это ускорим. Так. Ага. И о чем эта анимация? Это вот так я схожу с ума от всех этих трендов и модов. О май гад. Мне плохо. Это тоже собрало больше 100 тысяч просмотров. Буквально каждая из этих странных анимаций собирает по 100-200 тысяч просмотров, а самые везучие собирают по миллиону 2 просмотров. Охренеть. О, нет. О, нет. Я понял, о чем это. Ливаем. Ну и на самом деле, самая жизнь происходит, конечно же, в шарцах. Но им можно, опять же, посвятить отдельный ролик. Правда, я не уверен, что моя психика это выдержит. Этот чел родил? Больно. Больно смотреть шарцы. Я думаю, вы теперь понимаете, почему я не хочу погружаться в них. Я не буду это даже переводить, чтобы вам больно тоже не было. Я вам покажу буквально несколько шарцов, и я очень надеюсь, что мне не придется смотреть все шарцы по спрунке, ведь их больше 8 тысяч. И все они примерно вот такого качества. Ну то есть, чего-то прям удивительного вы там вряд ли найдете. Хотя, возможно, если пройдет еще неделька-две, нормальные аниматоры и креаторы подтянутся и сделают адекватный качественный контент, в чем я очень сильно сомневаюсь. Потому что этот мод был заведомо странным. Все, хватит с меня спрунке на сегодня. Надеюсь, вы узнали что-то новое, и ваша психика осталась целой. Ставьте лайки, чтобы поддержать нормальные моды, и не забывайте на канал подписываться. С вами сегодня был Fox Neo, увидимся!